Уважаемые участники нашего плену, преступное разрушение СССР стало роковым событием для судеб миллионов людей в нашей стране и за ее пределами. Антисоветизм, русофобия и национализм – три главных орудия, из которых расстреливали советскую державу. Спустя 25 лет они вновь бьют по России, треога за судьбу Отечества, судьбу трудового народа, требует от нас дружных и решительных действий. Нельзя забывать, что эти три уродливых явления, крепко упаянные в нынешнюю политическую систему, либеральный курс власти продолжает подпитывать идеи и действия разрушителей. Вот почему разоблачение антисоветской лжи не может ввестись в отрыве от борьбы за смену социально-экономического курса, за формирование правительства народного доверия. Последние десятилетия Россия вязнет в тени капиталистической деградации, промышленности, сельскохозяйственной кризисы. Бюджет страны не позволяет решить ни одной из накопившихся проблем. Правительство затягивает пояса не олигархам, а простым труженикам. Все тяготы сваливают на наших граждан. Для них поднимают налог на недвижимость, вводят плату за капремонт общедомовые нужды, готовят повышение пенсионного возраста и возможное увеличение подоходного налога. Эта идея уже брошена в общество. Покупательная способность людей продолжает снижаться уже, по сути дела, третий год подряд. Поэтому и строительство жилья сократилось в 2015 году на 6,5%, а в прошлом еще почти на 5%. Работу и зарплату эти лонги все чаще звучат на акциях протеста. Плачевно выглядит фундаментальный показатель российской экономики. По данным Росстата, доля объектов государственной и муниципальной собственности в нашей стране составляет всего 9%. Самое низкое в Европе. Но приватизацию упорно продолжают. В декабре прошлого года продан крупнейший пакет акций Роснефти. Приход в экономику участника вовсе не привел к стремительному развитию и модернизации. На 10 тысяч работающих у нас всего два робота. Это в одной из лучших образовательных стран мира, которая еще была она в советское время. В то же время в Китае 36 роботов, а в Южной Корее уже более 400. Налицо острое технологическое отставание. Стране как воздух нужна новая индустриализация. Общество сотрясает невиданный раскол. 1% самых богатых в России сосредоточил уже 90% национального богатства. За прошлый год абсолютное большинство граждан беднело и нищало. На 10% увеличились доходы миллионеров и миллиардеров. Невиданный паразитизм. Концентрация капитала в частных руках продолжает усиливаться, а социальные гарантии ужамаются. 20 миллионов наших соотечественников имеют доходы ниже прожиточного минимума. А ведь в России этот показатель определяет границы не бедности, а откровенной нищеты. Мы должны это прекрасно понимать. Другой показатель минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 7,5 тысяч. В пересчете это около 120 евро. В самой Европе наиболее высокие показатели минимальной зарплаты установлены в Германии, Бельгии, Ирландии, Нидерландах, Люксембурге. Здесь они превышают полторы тысячи евро в месяц. На последнем месте Болгария с показателем 235 евро. Короче говоря, российский мрот почти в 17 раз ниже самого высокого в Европе и вдвое ниже даже самого скромного. Это в богатейшей стране мира, где 40% мужчин сегодня умирает в трудоспособном возрасте. Такая позорная ситуация имеет социально классовые причины. Бал в нашей экономике по-прежнему правят либералы-фундаменталисты. Их лица продолжают мелькать на гайдаровских форумах и прочих статусных посиделках. Как заклинания повторяют одни и те же идеи о распродаже государственного имущества, снижении социальных расходов. Как насмешку над здравым смыслом президент поручил проектировать наше будущее господину Кудрину, который в свое время прятал почти все деньги в иностранных банках. И там теми же иностранцами был призван лучшим министром финансов. Результаты такой политики очевидны. Если на СССР приходилось 20% мировой промышленности, а сейчас доля России упала ниже 3%, а доля России в мировом ВВП снизилась в 2,9% в 2013-м, до 1,7% в 2016-м году, ровно обратные результаты показывает коммунистический Китай, не вставший на путь антикоммунизма и борьбы со своим прошлым. Доля КНР в мировой промышленности достигла 20%, хотя 20 лет назад не превышала и 3%. Вот подвиг Компартии Китая, которым гордится может любой народ. Таковы результаты двух принципиально разных подходов к развитию страны. В начале 90-х годов власть России сломали государственную кораблю «Руль», оборвали ему «Проса», а затем направили его в беспощадные волны рыночной стихии. Судно получило большие пробоины, угрожающие будущему всей страны. КНР же систему управления не ломали. Здесь оснастили свой корабль современным оборудованием, превратили его в огромный лайнер, который вывели на широкий океанский простор. Почти 700 миллионов граждан страны вывели из полной нищеты. Руководство Китая твердо опирается на стратегическое видение будущего. Многое взяли из советской системы. Пятилетние планы развития дополняют постановку отдаленных целей. Сформированы амбиционные программы двух столетий. Они связаны с важнейшими юбилеями в столетии Компартии Китая в 2021 году и в столетии образования КНР в 1949 году. Выполнение этих планов превратит Китай в высокоразвитую социалистическую сверхдержаву. Подобными возможностями слегкой обладала советская держава. Это та перспектива, которые потеряли наши трудящиеся и наш народ. Крайне болезненно сказывает сегодня погром Российской Академии Наук, который продолжается. В стране все тяжелее входить в новый технологический уклад. Наверстать придется долго, а начинать нужно немедленно. КПР их настаивает. Необходима опора на лучшие достижения великой советской эпохи и передовой мировой опыт. На выборах Государственной Думы мы предложили программу вывода страны из кризиса «10 шагов достойной жизни». Сегодня на Пленуме мы подтверждаем ее приоритет. Наша партия за национализацию стратегической отрасли экономики и контроль над банковской системой. Мощный государственный сектор должен стать фундаментом социально-экономических преобразований. Именно тогда будут возможны и новая индустриализация, и возрождение сельского хозяйства, и защита интересов граждан страны, где будет господствовать труд, а не капитал и воровство. Мы намерены добиваться осуществления своих антикризисных мер принятия наших законопроектов. КПРФ требует выделения не менее 10% от расходной части бюджета на сельское хозяйство, по 7 на науку, образование и здравоохранение. Мы заведение прогрессивной шкалы подоходного налога и госмонополию на производство спиртоводочной продукции. Наши предложения позволят уверенно преодолеть бедность и расширить меры социальной защиты населения. ЮНРФ-фракция КПРФ в очередной раз несла на рассмотрение Госдумы закон о детях войны. Как и прежде, он отклонен большинством из Единой России. Хотя у меня состоялись встречи и с президентом, и с премьером. И нам казалось, пойдут на встречи, защитят детей войны, которые имеют среднюю пенсию 10-13 тысяч рублей. Это тоже полные счета. Но мы будем дальше активно бороться, в том числе опираясь на массовые вступления граждан, которые все больше поддерживают политику нашей партии. В числе партийных приоритетов духовно-нравственное возрождение нашей страны. Чтобы она состоялась, необходим полный и решительный отказ от антисоветизма и русофобии, необходима политика созидания и сплочения общества. Сотни лет назад уже было известно, чтобы одержать победу над противником, нужно внести разлад и смятение в его ряды, заставить усомниться в своих ценностях и идеалах, добившись культурной гегемонии, лучше установить экономическую и политическую блокаду и контроль. Самыми изощренными мастерами порабощений человеческих дух оказались идеологи капиталистического мира. Масштабной и эффективной стала их операция по разрушению Советского Союза. Пожинать плоды Беловежского сговора предстоит еще и нашим потомкам. В чем же причины той колоссальной трагедии? Ведь за недолгий по историческим меркам период, вопреки войнам и давлению изне, Советский Союз добился невероятных результатов. Победа партии Ленина в октябре 1917 года и сталинский индустриальный прорыв превратились в страну, в экономически развитые государства с высочайшим уровнем образования, культуры и социальных гарантий. Вся сволочь мира не может простить Ленину и Сталину за модернизацию, которая собрала распавшую страну мирно на съезде, которая сумела сделать все для того, чтобы защитить мир от фашизма. За 20 лет увеличили потенциал страны в 70 раз. Это невиданный прорыв в истории человечества, и мы этим все гордимся. Предельно строгим экзаменом для советского социализма стало Великое Отечественное. Если Российская империя не смогла ответить на вызовы Первой мировой войны, но советская модель продемонстрировала невероятную прочность. Эвакуация сотен заводов и миллионов граждан на Восток позволила за считанные месяцы выпустить необходимую продукцию. И это при том, что на гитлеровскую Германию в это время работала вся Европа, тем не менее уже к 42-му, 3-му году мы произошли к все показателям. После Великой Победы Советского Союза в рекордно короткие сроки восстановили народное хозяйство, эффективность социалистической системы, подтвердили создание ракетно-ядерного щита и великолепная космическая программа. Слово сказать, этот ракетно-ядерный щит и сегодня держит нашу страну и обеспечивает безопасность. В 71-м году продукция промышленности СССР, слушайтесь, увеличилась по сравнению с 2013 годом, а вы только что видели фильм, посвященный тому, какой была царская Россия накануне октября, увеличилась в 99 раз. Наша страна стала ведущей державой мира. В нашей стране прекрасно развита наука, образование, четверть научных работников всей планеты приходилось на Советский Союз. Смысл происходящего в стране вышел далеко за ее границей. Воплощая жизнь идеи социализма, СССР стал знаменем освобождения миллионов людей от их капитала и эксплуатации. Кризис капитализма обострялся, и буржуазия пошла под давление СССР на серьезные уступки. На Западе появилась идея так называемого социального государства. В больших успехах достигла национальная освободительная борьба народов Азии, Африки и Латинской Америки. Почти 600 тысяч лучших специалистов было подготовлено в мире в вузах нашей державы. 10 президентов хорошо говорили по-русски. В любой стране мира можно в министерстве было найти человека, который знает русский язык, и который, и все они практически с огромным уважением относили к советской стране. Уничтожение СССР как самого сильного конкурента превратилось в главную цель капитала. Важнейшим фронтом наступления стал идеологический. Именно идеологический и социально-психологический. При этом успех подрывной деятельности наших противников был обусловлен рядом внутренних факторов. Мы считаем, что одна из главных задач нашего пленума исследовать этот процесс и донести до граждан страны в чем корень той опасности, которая снова возникла за спиной каждого гражданина Российской Федерации. Ленин и его соратники понимали, что социалистическая революция победила в стране, которая массе своей оставалась мелкобуржуазной. В январе 2019 года на Втором съезде профсоюзов Владимир Ильич отмечал рабочий никогда не был отделен от старого общества китайской стеной. И у него сохранилось много традиционной психологии капиталистического общества. Рабочие строят новое общество, не превратившись в новых людей, которые чисты от грязи старого мира. Для крестьянства это было тем более характерно в стойкости мелкобуржуазной психологии следует искать глубинные корни антисоветизма. Большевики энергично взялись за решение этой проблемы. В результате индустриализации, коллективизации и культурной революции удалось не только поднять экономическую и военную мощь государства, существенно увеличилась численность рабочего класса, менялся облик и характер труда крестьянства. Советский человек стал реальностью, но воспитание новой личности не завершилось. Великая Отечественная война закалила волю и характер миллионов людей, но она унесла жизни многих искренних коммунистов и комсомольцев. По сути погибло целое поколение, воспитанное предвоенные годы. Когда допрашивали фашистских генералов, почему они потерпели поражение, многие сказали, мы проиграли не только Красной Армии, а прежде всего Советскому Учителю. Мы не предполагали за 10 лет, что ваш учитель подготовит такого храброго солдата и командира. Большой исчерст в стране был нанесен с приходом к власти мелкобуржуазного приспособленца Хрущева. Пострадали экономика, государственное управление, внешнеполитические позиции СССР. Анализ социальных противоречий был заменен пустозвонством и шапкозакидательством. В идеологии возблагал резионизм. Творческое развитие марксизма практически прекратилось. Одновременно под видом новых теорий шло копирование идеологических схем, выработанных западными политологами. Снизилось требование и приеме в партию. Призывы перегнать Запад по производству продукции закрепляли понятия Советском Союзе, как об отсталой стране в руководящей среде пробуждались мелкобуржуазности. В 1985 году настал черед открытого наступления реакционных сил. Удары наносились по всем скрепам общества. На первых этапах перестройки объекта нападок стала фигура Сталина. Так называемые незаконные репрессии, коллективизация. Затем тотальная ложь распространилась на всю эпоху. С 1917 года грязь лилась на священные для советского человека образы и символы, включая Ленина, Великую Отечественную войну, наших победителей. Об опасности этих явлений мне пришлось предупреждать общество и страну в 1991 году в статье «Архитектор у развалин» и в коллективном обращении слова к народу, опубликованных в Советской России. Используя мощь государственной пропаганды, людей оглупляли валом разоблачений. Про то, что советский человек допустить и представить просто не мог. Уничтожение СССР возглавили его руководители, перевертыши и откровенные предатели. Александр Яковлев позже признался, режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. Могу с гордостью сказать, писал он, что хитроумная, но весьма простая тактика сработала. Перерожденцы пошли на предательство советского государственного строя. Их целью было прибрать к рукам народные богатства и устроить свою жизнь на страданиях миллионов соотечественников. Фактически они совершили сдачу Родины ее противникам и врагам. Контрреволюция 1991 года принесла распад страны, кровавый миронациональный конфликт, резкое снижение уровня жизни абсолютного большинства граждан, но главное, произошел отказ от социалистического пути развития. Постсоветское пространство было включено в систему глобального капитализма в качестве периферии источника дешевого сырья и рынка сбыта импортных товаров. Для этого целенаправленно уничтожалась высокоразвитая наукоемкая промышленность, лучшие в мире системы образования и уникальные научные школы. Уничтожено более 80 тысяч предприятий. Происла драматическая деградация социального пространства. Общество еще недавно первым отправившись человека в космос и служившим примером для всего человечества стало озабочено поиском куска хлеба и личной безопасностью. Большой ученый и просветитель Сергей Капица, на первых порах поддержавший перестройку, ужасал все ее последствия. Пишет, путь, вымощенный общечеловеческими ценностями, идеологией открытого общества и прочими благими намерениями, поразительно быстро привел многих в ад. Товарищи, наша партия готовится к 100-летию Великого Октября. Для нас это ключевое событие современной истории. Многие антисоветские мифы снова ренимируются, и мы обязаны отвечать. Мы должны молодежи доложить правду истории. Она почувствовала весь произвол современного криминально-компродорского бандитского капитала. Социалистическую революцию в России не раз проклинали, объявляли случайной и разрушительной. Но социализм не был искусственно привнесен на нашу почву. Его победу подготовила многовековая история страны с ее общинами, артелями, идеями народников. Русский коммунизм более связан с русскими традициями, чем это обычно думают, писал Бердяев, а его не запородозрить в симпатиях большевикам. Одна из фальсификаций обвинения большевиков в развязывании гражданской войны. Но это утверждение лишь элемент антисоветской пропаганды. Сванит за ему подобное, заявляют, что программу захвата власти неизбежной братоубийственной войны Ленин изложил в апрельских тезисах. 3 апреля будет столетие, когда он произнес эту выдающуюся речь. Действительно, суть тезисов состояла в противоположном. Зная, что большинство в Петроградском совете было за эсерами и меньшевиками, Ленин обратился именно к ним. Берите же всю полноту власти, вся власть с советом. Большевики во главе с Лениным всеми силами пытались создать левую коалицию и избежать кровавого конфликта. В сентябре 1917 года ради компромисса предлагался немедленный переход всей власти к советам, который сделал бы гражданскую войну, как писал Ленин, в России невозможной. Ленин подчеркнул, если есть даже один шанс из ста на возможность мирного пути, им необходимо воспользоваться. В первых числах сентября в статье о компромиссах лидер большевиков предлагал тактический союз с меньшевиками и эсерами. Для этого большевики были готовы не участвовать в правительстве, и отказаться от требований немедленного перехода власти пролетариату и беднейшему крестьянству. Однако меньшевики и эсеры предпочли союз буржуазии. 2 сентября эсер и меньшевистский цик поддержал новое правительство директорию во главе с Керенским. Возможность мирного развития русской революции таким образом была утрачена. Но даже после этих событий Октябрьская революция произошла почти бескровно, а советская власть утвердилась в стране в основном мирно. Она не привела к немедленно гражданской войне. Жестокая схватка началась позже, в мае 1918 года, с мятежа Чехословатского корпуса. При поддержке Антанты и о начале силы реванша, силы либерального февраля, недовольные победой пролетарского октября. Всего в интервенции участвовало 14 государств. Именно победа большевиков над белогвардейцами и интервентами позволила покончить с гражданской войной и начать мирное строительство. Другим мифом является утверждение об антигосударственном характере политики большевиков в 1917 году. Напротив, ленин и соратники спасли Россию от сползания в бездну распада. Нерешенность временным правительством коренных вопросов привела к тому, что страна начала трещать по швам. Хаос в управлении служил питательной средой для анархических настроений. Назревал тот самый бунт, бессмысленный и беспощадный, о котором писал Пушкин. Признаки кровавой анархии проявились уже в первые дни февральской революции. В Кронштадте зверски убили военного губернатора, Свеоборге, командующего Балфлотом. Как в 1905 и 1907 годах заполыхали барские усадьбы, восстание охватили более половины губерний. Ситуацию усугублялась еще тем, что Керенский, будучи министром юстиции, амнистировал десятки тысяч уголовников. Не случайно 1 октября 1917 года Ленин пишет, слушайте ее словам, «Должны большевики взять власть тотчас, чтобы спасти русскую революцию и жить сотням тысяч людей на войне. Иначе, предупреждал он партию, волна настоящей анархии может стать сильнее, чем мы». То, что большевики спасли страну от распада, от войны всех против всех, понимали даже их противники. Лидер кадетов Миляков писал в своих меморах, большевики были единственным порядком беспорядки. Еще определение высказал великий князь Романов. На страже русских национальных интересов стоял никто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи. Таким образом, Великая Октябрьская революция спасла Россию от разрушения после бездарных действий царского, а затем и временного правительства. Такова правда. И каждый коммунист, каждый думающий человек должен участвовать в борьбе со злобным мифотворчеством, с фальсикациями нашей истории, в борьбе с антисоветизмом. В борьбе против советского социализма антисоветизм тесно слился с русофобией, ненавистью к родной стране и своему народу. В двух этих явлениях сформировалась общая идейная основа. Вспомним слова Александра Зиновьева «Цельный коммунизм, а попали в Россию». Эпоха с 1917 по 1991 год – это кульминация нашей цивилизации, ее высшая точка. А у нас в программе четко записана защита нашей исторической родины и нашей цивилизации. Советский строй является государственной формой существования русского и других народов России. Борьба с советским строем предполагала для предателей и борьбу с нашей страной. Давайте внимательно пройдемся по истории. Это мы впервые произносим. Слушайтесь. В Европе ненависть к России существовала веками. Ее идейные истоки нужно искать в расколе христианства на католическую и православную цверь. Приверженцы православия приравлились на Западе к язычникам. В 1204 году крестоносцы подвергли страшному разгрому и разграблению столицу Византии Константинополь. В том же столетии с западной экспансией столкнулись и русские княжества. Дважды в 1242-х годах войска шведов и ливонского ордена торгались на Русь. Но Александр Невский разгромил их, отвергнул предложение папских послов перейти в католическую веру. Он сказал, что наша правда сильнее вашей наглости. К началу XVI века московское государство сбросило власть Орды и стало собирать русские земли. Как писал Маркс, изумленная Европа, в начале царствования Ивана III, едва замечавшей существование Московии, стиснутой между Литвой и Татарами, была ошеломлена внезапным появлением огромного государства на ее восточных границах. Это государство, рыбоплощадь, было больше всех на ту пору существующих западных государств. В XVI веке на русские земли претендовала католическая Польша. Польские, а за ним и другие европейские авторы, писали о варварской, дикой России, ждущей повода для вторжения в Европу. Посетивший нашу страну английский торговец, Флетчер дал ей уничижительную характеристику, утверждал, у русских нет ни истории, ни памятников старины. Исключительно черными красками рисовали на западе Ивана Грозного, приписывая ему всевозможные злодеяния. А ведь его действия меркли в сравнении с деяниями современных ему европейских монархов. Но искаженный образ царя Ивана прошел через века. А открытие ему памяти Говорлея у меня на родине в прошлом году сопровождалось дикими злобными выпадами со стороны либералов и всех прихвостней, которые ненавидят советскую власть. Следующий виток русофобии был связан с освобождительным походом русской армии в Париж в 1813-1814 годах. Среди руководителей европейских держав, в первую очередь Англии, усиливается страх перед Россией. Именно тогда получает распространение знаменитая фальшивка, так называемое завещание Петра Великого. Речь в нем якобы шла о будущем господстве Москвы над Европой. В действительности этот документ был составлен во Франции только в 1756 году. Весь XIX век британская публицистика разжигала антироссийскую истерию, породил массу стереотипов и предрастутков. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов английские пропагандисты доказывали, что русские болгары были бесчеловечно жестоки, подлы, невежественны и порочны, а турки представлялись как герои. Чтобы освободить болгаров от османского ига, я изучал историю своего Орловского края, четыре орловских полка почти в полном составе полегли на ошибки. Вполне похоже на то, как уже в наше время в западных СМИ освещались события в Югославии, Ираке, Ливии, а сегодня освещают в Сирии. Посмотрите, как все перекликается и как все похоже. Элементы русофобии проникали и на российскую почву. При Петре I страна присоединила к западному культурному пространству. Часть российского дворянства стала преклоняться перед всем западным и даже пренебрегала родным языком. Не случайно Дмитрий Менделеев как-то заметил, что знал много государственных русских людей. Добрая их половина в Россию не верит, Россию не любит и народ мало понимает. Ярким воплощением поклонений перед всем иностранным стал образ смердяков в братьях Карамазовых. Кавычки открываются. Я всю Россию ненавижу. В 12-м году было бы на Россию великое нашествие, было бы на Россию великое нашествие императора Наполеона. И хорошо, как бы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила быть весьма глупую, говорит герой книги. Думал ли Достоевский, что такие смердяковы станут определять судьбу нашей страны в конце 20-го века. Великий Октябрь, социализм, партии большевиков доказали всему миру, что русский пролетариат и трудовое крестьянство находятся в авангарде исторического процесса. И порукой тому не только успехи страны в социально-экономическом развитии. Именно большевики открыли миллионам людей вершины русской культуры. Те вершины, что долго оставались уделом узкого круга элиты. Ленинский план монументальной пропаганды помог увыковечить память Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, многих других. Сочинения классиков стали издаваться миллионными тиражами. Однако успехи Советского Союза не вытеснили из умов остатки слепого преклонения перед Западом, не полностью утратили свою актуальность сатирические строки Грибоедова про две книжни, которые не успевали повторять «А Франция! Нет в мире лучше края!» При Сталине власть была готова противостоять этому, что вырвалось в кампании по борьбе с космополитизмом и антипатриотизмом. Ярким их проявлением стал поступок профессора Клюева и Роскина в 1947 году. Создал препарат от рака, они передали его все материалы американцам. В закрытом письме ЦК ВКПБ отмечалось «Присмыкание перед иностранщиной имеет распространение и при том среди таких ученых, как Клюева, которые всеми своими знаниями условиями работы общественным положением обязаны советскому государству». Корни неверия в силу своего народа, как подчеркнулось в письме, уходят в прошлое. Господствующие классы царской России в силу зависимости от заграницы отражали ее многоковую отсталость и зависимость, вбивали головы русской интеллигенции сознания неполноценности нашего народа. Все это было выгодно для иностранных капиталистов, поскольку облегчало их возможность воспользоваться богатствами нашей страны в своих корыстных целях и интересах. Как актуально звучит сегодня? Разоблачение культа личности и хрущевской оттепель нанесли ощутимый удар по мировоззрению советских людей. Они способствовали ренессансу мещанства и преклонению перед капиталистическим миром. В это время антисоветизм вступает в симбиоз русофобии, порождая узкий, но очень влиятельный слой интеллигенции, которым отдали в руки многие средства информации. Именно она стала затем ударной силой разрушения Советского Союза. Многие писатели, художники, ученые, патриоты и коммунисты видели опасность этого явления. Хочу вам процитировать великого Шолохова, который обратился еще в 1978 году с письмом генеральному секретарю Брежневу. Слушайтесь. В ради социализма, писал он, пытаются опорочить русский народ как главную интернациональную силу советского государства, показать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству. И все это делается ради того, чтобы, во-первых, догадать, что социализм в нашей стране это, говоря бы, социализм с нечеловеческим лицом, созданный варварами и для варваров. И, во-вторых, что этот социализм не имеет будущности, так как его гибель предопределена национальной неполноценностью русского народа. В связи с этим Шолохов поставил вопрос о более активной защите русской национальной культуры и дружбы наших народов. Куда острее встали эти проблемы с началом перестройки. В 90-м году появилось письмо 74-х обращения советских писателей к высшим органам власти СССР, подписанное Валентином Распутиным, Леонидом Леоновым и многими другими. В нем отмечалось под знаменами объявленной демократизации на передний край идеологической перестройки вынулись преемники откровенного расизма. Русофобия средств массовой информации СССР сегодня догнала и перегнала зарубежную заокеанскую антирусскую пропаганду. Русский человек сплошь и рядом нарекается великодержавным шовинистом. Для этого лживо и глумливо переписывается история России. Эти слова не были преувеличением. Советский Союз уничтожали при помощи антисоветизма, русофобии и национализма. Сегодня добрались с этими орудиями и до Российской Федерации. Реставрация капитализма в России сблизила ее с Западом социально-экономическом отношении, но она не устранила глубинных противоречий с Западным миром. В современных условиях мы стали свидетелями нового витка антироссийской истерии в Европе и США. Мировой капитал рассматривает Россию исключительно как источник прибыли. Местной олигархии он отводил лишь роль своего приказчика, снабжающего Запад сырьем и деньгами. Попытки нововъявленной российской буржуазии стать равноправной частью мировой элиты с треском провалились. Русофобия здесь используется как главный инструмент, как ударный таран. Самой России политическая власть и экономическое господство принадлежит крупному капиталу. За 25 лет реставрации капитали заказался неспособен освоить производительные силы, доставшиеся ему от советской власти. Его представители организуют бегство крупных сумм за рубеж, активно обустраивая жизнь за бугром. Эта публика во многом является компрадорской, а потому и вполне русофобской. Но есть и другая Россия, сохраняющая советский, а значит и социалистический каркас. Опросы показывают, наши соотечественники считают неравенство самым серьезным противоречием современной России. В октябре 2016 года на него указали 71% респондентов по данным Института социологии РАН. Вот уже полтора десятилетия более 60% россиян считают социальную справедливость главной, высшей ценностью. Наша страна сохраняет реальный потенциал альтернативности Западу. КПРФ это позволяет уверенно соединять социально-классовую и национально-освободительную борьбу, что исключительно и принципиально важно, особенно в нынешних условиях. С антикапиталистической по своей сути России вынуждена считаться и власть. Теперь в официальной пропаганде в ходу патриотической риторики о советский период критикуется дозированно. Но есть у этого явления и вторая причина. Любая буржуазия стремится к максимальной прибыли. Лету ей нужен простор хотя бы на внутренних рынках. Поэтому часть российского капитала хотела бы освободиться от тесной опеки мировой олигархии. Опора на эти настроения помогла власть решиться на возвращение Крыма и поддержку Донбасса. Но хочу подчеркнуть, что в Крыму поднявшие все народы во главе с русским народом проявили такую волю и характер, что не выстрел ни один автомат, ни одна пушка, хотя там были почти 30 тысяч войск Украины. Я хочу сегодня поблагодарить и русских, и украинцев, и татаров, всех солдат, и офицеров, которые тогда были, которые уберегли в страну от братоубийственной войны. Давайте поздравим друг друга с возвращением Крыма, но помнить его исторический урок. На нашу поддержку Крыма и Донбасса Запад ответил санкциями. В конце прошлого года генсек НАТО Столберг грозил России самыми серьезными мерами с момента окончания холодной войны. НАТОвцы наращивают военный кулак восточной Европе и вновь сотни единиц американской бронетехники прибыли в Германию, а затем Польшу, Прибалтику, вблизи наших границ появилось еще 3,5 тысячи американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии. Под эти антироссийские действия подводится и идейная основа. Яркий обращик декларации памяти и солидарности, принятой польским сеймом и украинской Верховной Радой в прошлом году. В нем главным врагом свободы и независимости Польши и Украины объявляется Советский Союз и советский человек. В антироссийском мраже глобалисты прибегают к арсеналу 20-30-х. Тогда для борьбы с красной угрозой был скормлен фашистский зверь. Этот монстр, который залил кровью всю Европу, сегодня Запад вручил власть на Украине новым нацистам, наследникам Бандеры. Вал исторических выпадов вызвало появление воздушно-космических сил России в Сирии. Тех, кто встал на защиту законной власти страны, обвиняют в нарушении прав человека. Но безнаказанным остаются кровавые, дикие преступления американской военщины и союзников в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, да и во многих других странах. Несмотря на предвыборную риторику Дональда Трампа, коренных изменений в политике США пока не произошло. Команда нового президента обильно напичкана республиканскими ястребами. Многие из них выступают за жесткую политику в отношении России. Военный бюджет Пентагона уже сейчас увеличен на 50 миллиардов долларов на 10%. В атаках на нашу страну западным русофобам есть на кого опереться сегодня внутри России. Это в 19 веке отпетый русофоб по большей части считался внешним супостатом. Так продолжалось и в советский период. Посмотрите словари того времени и вы убедитесь, что русофобы это ненавистники России за рубежом. Даже тех, кто покинул страну, русофобами не числили. Вспомним хотя бы любимый сюжет антисоветчиков философский проход 1922 года. На самом деле те 225 человек покидали страну в нескольких этапах. Одни были высланы, другие ехали по своей воле. Среди них Бунин, Ходосевич, Гипус, Цветаева, Замятин, Северянин, Бердяев, Булгаков, Ильин, Зворыкин, Кандинский. Но расставаясь с оппонентами, хочу подчеркнуть, советская власть избрала самый гуманный способ. Высылкой она заменила более суровое наказание тем, кто был осужден за антисоветскую деятельность. И русофобами их никто не объявлял. Одновременно страна растила новую трудовую интеллигенцию. Тех, кто помогал осуществлять культурную революцию, индустриальный взлет. Среди этих творцов Горький, Маяковский, Блок, Шолохов, Симонов, Фадеев, Булгаков, Алексей Толстой, Макаренко, Пришвин, Дунаевский, Сверидов, Дейнека, Мухина и сотни других. Тех, кто оказался за рубежом, по большей части сохраняли любовь к Отечеству. Поэт русского зарубежья Ильин писал в Орлеане в июне 28-го года «Это вечное слово Россия, словно ангельский свет для меня, словно совести зовы простые, словно вихри снеговой огня». Спустя почти столетия она пережила новую волну эмиграции. Ненавидя Россию, многие представители праволиберальной публики отчаяли на Запад по доброй воле. В их числе Киселев, Евгений, Козырев, Кох, Ходорковский, Шустер, Пянковский, Каспаров, Чичваркин, Троицкий, Мальгин, Васильев, Пономарев, Маша Гайдар, Чирикова и другие за рубежом все ярче раскрывают свое антисоветское и русофобское мурло. Но начинали люди эти здесь. Ныне русофобия часть внутренней жизни России. В 90-е годы ненавидь в стране выросла на почве антисоветизма. Реставрированный в России капитализм являлся олигархическим, регрессивным и компрадорским. Российские новориши заинтересованы получать ниши на западных рынках. В этой связи они прямо зависят от архитектору мирового империализма. Это заразило русофобией часть российского капитала, а капитал всегда находит свою идейную обслугу. Некогда главный редактор газеты Коммерсант Васильев заявляет, слушайтесь, процитирую некоторых, публикуют и на сайте, и в наших газетах, во всех газетах. Васильев заявляет, нет такой страны России, это громадная геополитическая ошибка. Я не знаю, что Господа Бога или Чарльза Дарвина, Россия вредна. Гарри Каспаров настаивает на полезности геополитического поражения России, мол, СССР распался и ничего страшного не произошло. Для этого Запад должен проявлять политическую волю, то есть додушить Российскую Федерацию. Каспаров вторит правнучка Никиты Хрущева Нина, она предлагает уменьшить размер страны и при этом получить прибыль для России за счет продажи Калининграда Германии, а Курильских островов Японии. И вот позиция иных представителей либерального лагеря. Юлия Латынина, если бы Россия разделилась на части, в некотором количестве началась бы нормальная жизнь. Евгений Альбас, я честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по уральскому хребту. Я думаю, что это неизбежно. Валерий Панюшкин, всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась. Логика, которой руководит сейчас мой народ, сродни логики бешеной собаки. Ксения Собчак, Россия стала страной генетического отребья. Я бы вообще запретила эту страну. Дмитрий Быков, Россия бросовая страна с безнадежным населением. Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующие зрелищами. И пичкаю. Вообще-то подобное заявление это не просто хамство. Это стопроцентный нацизм. К такому логическому финалу приходят патентованные антисоветские русофобы. Но самое трагичное все это остается абсолютно безнаказанным. Уважаемые товарищи, КПРФ предупреждала не раз только слабая, а в идеале расчлененная Россия устроит верховодов глобального капитализма. В этих условиях защитить страну может лишь политика в интересах всего народа. Во-первых, необходимо преодоление неравенства и создание справедливой социально-экономической системы. Во-вторых, требуется качественное изменение культурной информационной политики, опора на ценности патриотизма и дружбы народов, созидания и высокой духовности и нравственности. Антисоветчики и русофобы не должны вольготно чувствовать себя в нашей стране. Это разрушители и мерзавцы. Нередко говорят, что у нынешней России нет государственной идеологии. Одни утверждают, это хорошо, это соответствует Конституции. Действительно, в Конституции вы не найдете ни одного слова, нет даже упоминания о русских как таковых. Другие призывают, такое положение надо исправить, однако не уйти от очевидного факта основы государственной идеологии новой России активно закладывали воинствующие антисоветчики и русофобы. Один из них Анатолий Чубайс, он утверждал, я процитирую один раз, чтобы вы понимали нутро этих людей, открываются кавычки, я перечитал всего Достоевского и теперь к этому человеку я не чувствую ничего кроме физической ненависти, когда в книгах я вижу мысли, что русский народ, народ особый, мне хочется порвать его на куски. Чубайсу вторит бывший вице-премьер Альфред Кох, русский мужчина самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчин на земле. Этот Кох призывает Запад отобрать у нас атомное оружие. Да, если отберут, пусть попробуют, то разорут по хлещам Сирию, Ирак и Ливию вместе взятых. Так те, кто громил Советский Союз, отказывают праве на будущее нашему народу, Российской Федерации, нашей исторической дружбе. Символ их деятельности стал Ельцин-центр в Екатеринбурге. На его строительство затрачено более 7 миллиардов рублей. Недавно зомбиректора Ельцин-центра по науке Никита Соколов прямо призвал к реабилитации генерала Власова и его соратников. Ельцин-центр это не тайный клуб. Враждебные России идеи пропагандируют здесь каждый день открыто. В центре постоянно проводятся лекции и экскурсии для молодежи. Ну, давайте, молодежь, откликнитесь, поднимитесь. Эту язву, эту проказу надо убрать с тела земли, ведь они ломают страну по уральскому хребту. Давайте поактивнее всем вместе этим заниматься. Даже Никита Михалков и тот не выдержал целую серию фильмов выпустил. Власть проявляет тенденциозность в деле укавеченной исторической памяти. Так, в Санкт-Петербурге была установлена памятная доска в честь Маннергейма, сателлита Гитлера в годы войны. Упрятать эту доску в более укромное место чиновников протесты коммунистов, комсомольцев и жителей города. Спасибо, молодцы, ленинградцы. Есть ряд примеров по обустройству мемориальных мест Колчаку. Спасибо. А ведь даже после 91-го года суды различных инстанций отклоняли ходатайство и реабилитации. Слишком тяжел груз преступлений. В Сибири адмирал Колчак развязал жесточайший террор. Омск просто замер от ужаса. Целые возы трупов провозили по городу, писал правый сэр Рак. Торгуя интересами страны, Колчак обещал огромные куски российской территории Великобритании, Франции, США. Черчилль не случайно утверждал русские белогвардейцы сражались за наше дело. Призывы нынешней власти согласию и примирению звучат, откровенно говоря, фальшиво. Когда ее представители демонстрируют воинствующий антисоветизм и сегодня бывший крымский прокурор, а ныне депутат Госдумы Единой России Поклонская дошла до того, что поставила Ленина в один ряд с Гитлером, власти ее не одернули. Ни разу не приследили они и свою ударную силу Жириновского соколятами, которые призывают содрать рубиновые звезды с кремлевских башен и вынести тело Ленина из мавзолея. Что тут взять с печально известного Андрея Бильжо, распространяющего гнусную ложь о Зое Космодемьянской. Тем временем выясняется, что ставить памятники можно далеко не всем историческим личностям. Так в Сургуте местные власти не снесли памятник Сталину непростоявшие месяцы. Зато на Шолоховой земле, в этой уникальной земле в столице Иландской уже не один год стоит памятник врагу, предателю и главному приспешнику Гитлеру Краснову. Это позорит и легендарную Донскую землю. Цель тех, кто занят переименованием искоренить память о великой легендарной советской эпохе. Это коснулось города Тутаев, названную честь юного красноармейца, погибшего при подавлении Ярославского белогвардейского мятежа. Городу хотят дать дали литературные названия Романов Бориса Глебс, но именно советская власть превратила ее в крупнейший промышленный центр. Два референдума Тутаева показали горожане против переименования. Протест райкома КПРФ во главе Шиповаловым поддержала наша Франция в Госдуме и Комитет по оригинальной политике во главе с Харитоновым. Решение вопроса приостановлено. Продолжаем борьбу. По сути насилием против национальной памяти стало прославление Александра Солженицына. Ее столетний юбилей в 2018 году решено отметить на высоком государственном уровне. Уже два года идет резкая подготовка. На педесал возводят человека призывавшись к агрессии западных держав против СССР. Его деятельность в кавычках наглядно представлена редакцией телеканала «Красная линия» в фильме «Жить не по лжи всеми правдами и неправдами». Обязательно посмотрите этот фильм и вы поймете все. Славя Солженицына власти фактически проигнорировали 110-летний юбилей Михаила Шолохова, 100-летний Георгия Свиридова. В 2018 году предстоит 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева, 150-летие со дня рождения Максима Горького, однако серьезной подготовки к юбилеям этих гений власть не ведет. У нас с вами есть все основания требовать решительных изменений культурной политики страны, и мы будем настойчиво добиваться этого. Антисоветизм захлестнул информационные пространства. На телеэкранах лягулярно возникают Сванидзи, Станкевичи, Гозманы, желчу ненависти и психопатии ежедневно исходит Жириновский, на гора выдаются дурно пахнущие киноподелки, переписывая истории СССР, начинают цинично препарировать даже советские фильмы. Так Пятый канал при показе киноэпопеи освобождения вырезал знаменитую фразу Сталина в разговоре с генералом Антоновым «Я солдат на фельдмаршала не меняю». В общей сложности цензуре подверглось почти 20 минут этого удивительного фильма. Примеров достойно, примеров достаточно, чтобы понять. Речь идет о целенаправлении, политики олигархического государства. Правительство, напичканное либералами, не в состоянии решить даже часть проблем, которые были по плечу советской власти. И потому оно готово уничтожать великое прошлое и издеваться над ним. Наш главный враг, советский человек, эта формула стала почти официальной на Украине, Грузии, Прибалтике немало тех, кто готов навязать ее и России. Скажем прямо, это будет невиданное преступление перед народом всей нашей истории и нашей дружбы. Целью коммунизм, эти люди снова попадают в Россию, Российскую Федерацию. Анализируя ситуацию, мы должны видеть ее в развитии. В 90-х годах у нашей партии союзников была почти монополия на патриотизм. Сегодня ситуация изменилась, в России сформировалось буржуазное государство с мощным имущественным кланом. Одна его часть продолжает поддерживать либералов, другая развертывает собственную патриотическую пропаганду. Для нее характерен густой буржуазно-националистический и антисоветский замес. Восхваляя Колчака или оправдывая Власова, такой патриотизм калечит молодежь и раскалывает страну. Идейная война с советским наследием явление крайне опасное. Российская Федерация на международной арене государство продолжатель СССР. Под созданием Российской Федерации нет никаких других подписей, кроме Владимир Ленин Ульянов. Под том, что мы входим в ООН, в Совет Безопасности и имеем право в это, кроме подписи Иосифа Сталина, нет никаких других подписей. Это должен помнить любой правитель России, какой бы партии он не принадлежал. Те, кто обвиняет советских руководителей в преступлениях, закладывают мину под фундамент современной России. Наша страна может получить серьезные правовые проблемы, если будет бездумно признавать такие провокационные легенды, как расстрел органами НКВД пленных польских офицеров Катыни. В Польше, Прибалтике, на Украине русопобы мечтают подать иски по выплате крупных компенсаций за так называемую оккупацию, репрессии и голодоморы. Антисоветские выпады явно потворствуют разжиганию истерии против нашей страны. На Западе уже раздаются угрозы привлечь Российскую Федерацию к Международному суду. Ну и те, кто правит Россией, должны помнить судьбу и Милошевича, и Каддафи, и Саддама Хусейна. И помнить, кого уморили в Гаге и какими методами они это делали. Уважаемые товарищи, Россия изначально складывалась как многонациональная общность. Мы уже говорили об этом, когда проводили пленум по вопросам защиты русской культуры как основу многонационального единства страны. Культура народа России не приемлет идеи национального превосходства. В Советском Союзе интернационализм стал стержневой основой государства. Станов жила как одна семья, дружба народов и солидарность трудящихся, главный секрет успехов СССР, поражающих, поразивших всю планету. В борьбе с Советским Союзом мировой капитал направил мощный удар по мирноциональному согласию. Та же стратегия используется для борьбы и с Россией. С одной стороны, стравливаются братские, украинские и русские народы. С другой внутри России делаются попытки осложнить мирно-национальные отношения, национализм, взрывоопасные мины под зданием всей нашей державы. Менее чем год назад в Ельцин-центре прошла лекция экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Этот подзабытый лидер Гайдаровского разлива прямо призвал отделить Чечню от России. Но с лжедемократами это понятно. Гораздо опаснее то, что их целям потворствуют проводимые в стране социально-экономические и культурные политики. Ситуацию обостряют обнищение населения, рост безработиц. За последнее время скрытый рост безработицы вырос почти на 10%. Это они очки втирают цифрами, они необъективны. Растет безработица по всем местам. Имущенное расслоение, коррупция, преступность, правомерное, неравномерное развитие регионов, огромные пространства России пустеют. Погоня за прибылью, частный бизнес охотно использует, не контролируя миграцию из ряда соседних республик. При этом не учитываются демографические и культурные особенности российских регионов, что ведет к росту напряженности. Социальные проблемы всегда создали почву для националистических настроений. Выход, по мнению КПРФ, планирование экономического развития страны, грамотном распределении производительных сил и трудовых ресурсов, нам удалось добиться принятия законов о стратегическом планировании. Но правительство не спешит его выполнять. Необходимые подзаконные акты не утверждены, не создается орган, отвечающий за планирование, а без этого не заработает должной мере закон о промышленной политике, который также принят благодаря и настойчивости наших депутатов. Без этого сложно распространять уникальный опыт наших народных предприятий, которые стали лучшими в стране. Национальный вопрос в России пущен по сути на самотек. Игнорируется и то, а то и шельмуется советский опыт укрепления дружбы народов, уродуется русский язык, потеряли почти 200 миллионов тех, кто хорошо владел русским языком. Сказывается традиционная американизация сознания, кинотеатры и телеканалы заполнены продукцией Голливуда. Молодежь все хуже знает историю своей страны, снятый на бюджетные деньги яркий фильм «Викинг», фактически сделан в русле нормандской теории, согласно которой государство на Русь привнесено извне. Впору рассказывать анекдот, что шведы построили нам государство раньше, чем самим себе. КПРФ настаивает на смене порочной, абсолютно порочной образовательной политики и разрушения науки. Мы разработали и предлагаем принять закон образования для всех, его проект опять заблокирован, Единой Россией и их приспешниками, но борьба за спасение средней, высшей школы науки нами будет решительно продолжена. Запомните, никакой модернизации в мире никто не проводил, если не вкладывал науку и образование примерно по 7% от расходной части бюджета, а у нас 2-2,5 раза ниже. У нашей партии четкая программа решения межнациональных проблем. Еще в 1998 году утверждена позиция КПРФ по национальному вопросу. В октябре 2013 года Пленум ЦК поставил задачу энергичнее бороться за укрепление дружбы народов, носить среду трудящихся социалистическое сознание и идеи пролетарской солидарности. Только тогда, когда народ станет хозяином своей страны, конфликты на межнациональной почве исчезнут, как страшный сон. Межнациональному согласию служат конкретные дела нашей партии, наших региональных организаций. По инициативе КПРФ появился новый праздник, День русского языка. Учредены памятные медали Пушкина, Ломоносова, Шолухова, Гагарина. Мы приняли решение восстановления Ленинской премии и к съезду к Ленинским дням будут приняты соответствующие решения. Стали украшением культурной жизни страны вечера русского романса в Кремлевском дворце. В мае прошлого года в Уфе состоялся форум народов России. Широкое одобрение получило законодательная инициатива нашей партии об установлении уголовной ответственности за призывы к расчленению территории страны. КПРФ выступает за расширение сотрудничества стран бывшего Советского Союза, за сближение наших народов. Представители партии активно способствуют углублению евразийской интеграции, укреплению Союза России и Белоруссии. В прошлом году в Минске работал блестяще работал интернациональный строительный отряд из русских украинцев и белорусов. Общие задачи в интересах трудящихся мы решаем, координируя свою работу и деятельность Союза Компартии. Сегодня мы вновь выражаем солидарность Компартии Украины с Петром Симоненко, с настоящими патриотами в других республиках. Наши товарищи подвергаются жесточайшему давлению за верность принципам народовластия, справедливости и дружбы народов, возвысить свой голос в борьбе с нацизмом, бандеровщиной должны все люди доброй воли. Помните и знайте наши друзья, мы всегда с вами. Наша партия настойчиво ведет эту работу и поддерживая Донецкую и Луганскую народные республики. Я бы давно признал их официально, а не только документы. Давайте дальше продолжим энергично бороться, ведь они первыми в полный раз стали, защищая нас от нацизма, бандеровщины, фашизма. Они герои самые настоящие, и в этой связи мы регулярно отправляем поддержку детям и взрослым, больным, пострадавшим в свои конвои. 60 конвоев отправила компартия, 60 конвоев, вдумайтесь только, вот сейчас готовим 61-й к Ленинским дням. Я уверен, что эта работа должна быть продолжена, и благодарю всех, кто вносит свою лепту в это святое дело. Сейчас, в эти дни, здесь отдыхает, организован, по сути дела, пионерский лагерь для детей Донбасса и Луганск, Донбасса третий поток. В прошлом году 2000 отдохнуло, в этом году уже 500 человек. Давайте поблагодарим всех, кто занимается этой благородной работой. Большое внимание делу укрепления дружбы народов уделяет Всероссийское объединение «Русский лад», «Дети войны», «Женский союз надежды России», «Ленинский комсомол», «Движение поддержку армии», «Оборонной промышленности», «Военной науки», «Союз советских офицеров», «Российский ученый социалистической ориентации», «С наш спортивный клуб». Да, товарищи, только объединяя усилия, можно противостоять подрыву исторической памяти и культурную ядра российского народа. В свое время КПРФ отстояло Красное Знамя Победы, не позволило исказить его бессмертный образ. Значительная часть наших депутатских фракций добилась принятия региональных законов о Знамени Победы при участии активистов партии станция метро Войковская в Москве сохранила свое название. Важную работу проводят исследователи и публицисты, помогающие защищать правду о советской эпохе. В их числе Чикин, Комоцкий, Жуков, Емельянов, Белов, Косолапов, Логвинов, Ольштынский и целый ряд других. Давайте еще раз поблагодарим, пожелаем творче, успехов и здоровья. Впереди новый этап борьбы с трехголовой гидрой. Нам предстоит еще очень много работы. До сих пор во время парадов мавзолей Ленина позорно, позорно закрывают фанерными щитами, закрывают символ великие эпохи, закрывают тот объект, на котором было руководство великой советской страны, когда принимали легендарный парад победы, когда встречали космонавтов, когда встречали Гагарина. Давайте еще раз всей страной скажем, прекратите это позорище, прекратите. Красная площадь, Крем внесены в сокровищество мировой культуры. И никто не имеет права ни прикрывать, ни раскапывать, ни убирать. До сих пор не возвращено легендарное имя городу Сталинграду. Не вернулся на свое законное место на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому. Наконец, день 7 ноября в российском календаре вновь должен стать главным праздником Днем Великой Октябрьской Саталитической Революции. В прошлом году мы обратились в соотечественников с важнейшими документами покончить с антисоветизмом, обезоружить противников России. Без Родины наши имена и дела обречены на забвение. Идеология предателей я все эти документы разослал от Совета безопасности до всем руководителям. Прошу еще раз в ходе выборной кампании вернуться к ним, вернуться, внимательно изучить и исследовать. Там показана судьба нашей страны, а за нее бороться мы должны все сообща, независимо от партийной предладежности. Для нас всех главная партия Россия, судьба нашего трудового народа. В Саранске у нас немало интересного опыта. В Саранске КПРФ удалось отбить попытки переномания улиц Ленина, большевистской, полиэтарской и советской. Коммунисты Брянска при поддержке населения отстояли название площади Карла Марс. Ханты-Мансийский спасен от сноса памятника Ленину. Курганский обком не допустил переноса памятника соратнику Ленину Красину. Подобная задача решается сейчас и в Калуге. Наши товарищи не позволили снести памятник героям гражданской войны и ликвидировать мемориальный комплекс в центре Курска. Комсомольцы и коммунисты Самары и Кургана противостоят властям в их стремлении установить памятники Белочехам. Омский обком партии пресек попытку установки памятника Колчаку, а 14 ноября в день освобождения Омска Красной Армии от колчаковцев в городе традиционно проводятся молодежные пикеты и шести. В Екатеринбурге продолжается борьба с Ельцин-центром от имени КПРФ направлены обращения в правоохранительные органы в связи с откровенной фальсификацией истории страны этим русофобским монстром. Коммунисты Алтайского края отбивают антисоветские выпады администрации губернатора Карлина и требуют точно выполнять закон об использовании копии Знамени Победы. Крымчане при поддержке севастопольцев активно выступили против сноса памятника Ленину в Судаке и попыткам переноса ленинских монументов в городах Красноперекопской Феодосии. В столице Башкирии продолжает борьбу за возрождение имени Михаила Фрунзя одной из центральных улиц города. Здесь же нам удалось спасти от искусственного банкротства дом-музея Ленина. В Смоленской области предпринято попытку устроить на территории Катыни музей политических репрессий обком партии провел ряд акций протеста. Они вызвали большой общественный резонанс и музей открыт не был. Таких примеров очень много и мы должны им следовать. Но работа КПРФ по защите исторической памяти не ограничивается протестом. В декабре 2015 года вопреки предложению представителей Единой России наши товарищи в Новосибирске отстояли название городского совета от переименования в Думу. В райцентрах Майма и Турачак Республики Алтай коммунистами открыты памятник Ленину и еще пять населенных пунктов в пяти пунктах монументы отреставрированы. В Карельском городе сортовало наши товарищи установили памятник Ленину. В Ильяновской области выполнены работы по восстановлению памятника Ленину в поселках Барыш, Инза, Новоспасской и других населенных пунктов. Северо-сетинские коммунисты провели работу по сохранению памятника Ленину на всей территории республики и восстановлению разрушенного вандаловым памятником в Моздоке. В связи с подготовкой к 130-летию со дня рождения Сталина Рейском КПРФ обеспечил изготовление и доставку 40 бюстов генерализм со Сталина в российский регион от Якутии до Липецка их установка имела огромный общественный резонанс и поддержку. Архангельские коммунисты организовали сбор средств помощь музею Сталина в городе Сольвычегордске. В Пензе почти год при обкоме партии работает сталинский центр, где проводятся экскурсии и уроки мужества. Музей включен в городские туристические маршруты усилиями Тверского обкома под Ржевом открыт музей первого салюта в Калмыкии. В последние годы установлено шесть памятников белисков с именами советских воинов. Ведущую роль во всех этих мероприятиях играют наши коммунисты. Давайте поблагодарим всей организации. Спасибо вам за святую и праведную работу. Товарищи, в год 100-летнего юбилея Великого Октября крайне важно сделать по-настоящему массовым акциям и 12-го и 22-го апреля и 1-го и 9-го мая День Пионерии и другие Дни Красного Календаря. Их же нужно использовать для пополнения партийных рядов. Призыв в ряды КПРФ объявлен. Давайте все сделаем, чтобы он был самый массовый, самый организованный и самый интересный. Почему? Потому что молодежь на глазах левеет, понимает, что будет с их судьбой при этой власти. Давайте активнее работать. Уверен, что в ближайшие годы можно 100 тысяч молодых людей принять партию. Это будет сильное и достойное пополнение. В год юбилей октября ждем максимально высокой активности и молодых коммунистов. Заслуживает продолжение всероссийской комсомольской акции «Знамя Победы». О ней Володя Исааков сейчас говорил «Уроки мужества». Очень интересно проходит вахта памяти, наследники Победы. Ну и давайте порадуемся успехов нашего спортивного клуба. Мы 12 лет его организовали, а сегодня это крупнейшее спортивное объединение, с которым считаются все спортсмены не только в нашей стране. Пожелаем молодежи новых побед и успехов. Молодцы ребята! Товарищи, весь 20-й век прошел жестокой борьбе между трудом и капиталом. Труд, справедливость, социализм позволили возродить нашу распавшую страну и создать великий Советский Союз. Мы смогли освободить мир от коричневой чумы, проложить дорогу в космос, создать лучшую науку и образование. Созданный советской страной ракетно-ядерный паритет бережет нас и сегодня. Капитал породил жесточайшую эксплуатацию, две мировые войны и дикую гонку вооружений. Он загнал мир в болото глобализации, против которой даже граждане США выступили на последних выборах президента. Опыт свидетельствует капиталу не решить социальные проблемы человечества. Их можно решить лишь опираясь на знания и прогресс, на высокую культуру, справедливость и дружбу народов. Имея уникальный опыт, Россия способна и сегодня предложить миру социалистическую альтернативу. В год столетия Великого Октября нашему обществу необходимо осознание суроков нашего прошлого. Единая Россия, ЛДПР и другие партии заклинают никаких революций, никаких потрясений, но, как убеждает история, революции не совершаются и не отменяются по воле партии, желанию заговорщиков или заказу спецслужб. Именно этим они отличаются от своих вульгарных имитаций желтых и цветных революций. Великие революции возникают там, где возревают социально-экономические условия, где есть влиятельная политическая сила, где есть великолепные идеи реформирования и обновления общества. Сегодня в России утвердилась вопиющая несправедливость. В стране господствует олигархическое собственность. Именно она главные препятствия к осуществлению новой индустриализации. Не обеспечив вывод своего производства на новый технологический уровень, Россия кажется на периферии мировой истории. Противоречия между политикой и интересами олигархии и громадным большинством общества все более обостряются и обостряются на глазах. Даже самые активные шаги власти на международной арене не разрешают эти проблемы. Спасение это переход к капитализму к обновленному социализму. КПРФ выступает за мирный характер этой перемены революционной по своей сути. При этом ближайшая задача обеспечить скорейший поворот страны от деградации к развитию и созиданию. Только так мы создадим стартовые условия для преобразований к крайне необходимым стране и трудовому народу. И именно сегодня вопреки натовским угрозам и западным санкциям перед Россией открывается новое окно возможностей. США Евросоюз по грязи собственных проблемах. Вчера перед лидерами Евросоюза выступал Папа Римский, который сказал без внимания к человеку и Европа погибнет. Они молча слушали и кивали в ответ на его такой призыв. Было бы наивно надеяться, что это окно будет у нас надолго. Нам очень важно использовать это время, потому что у нас уничтожены целые отрасли производства. 10 миллионов трудоспособных соотечественников в ближайшие 15 лет выбудут из сферы производства. 40% граждан живут в домах хрущевской эпохи. Из многокоммуникации обновленного оборудования уже превысил 50%. 72 человека из 100 живут на 10-15 тысяч рублей в месяц. Это полунищие существования. Вот чем необходимо заниматься, а не воевать с своим прошлым. Историю нельзя мстить. Из нее надо делать выводы, формируя стратегию прежде всего развития и вглядываясь в будущее, опираясь на все лучшее. Не случайно при выступлении в Думе и Путина, и святейшего патриарха Кирилла, и Нобелевского лауреата Алферова было сказано, надо взять все лучшее, чтобы обеспечить сплоченность. Взять святую Русь, великую державность и советскую справедливость. Ну какая может быть справедливость, когда один процент жируют, захватив девяносто процентов собственности, чего нет ни в одной африканской и латиноамериканской стране. Антисоветин сегодня выгнен лишь тем, кто извлекает выгоду из нынешней тяжелой ситуации. Прежде всего, это российская олигархия. Она оказалась неспособна создать все усилия, направленные на дикую эксплуатацию наших природных ресурсов и выворачивание карманом граждан. И личники не предлагают путей развития страны, они даже не желают платить нормальные налоги. С олигархическими кругами в антисоветском раже объединяется оголтелая жириновщина. Заполонив ведущие телеканалы, она цинично пошляет само понятие патриотизма, паразитирует на русской беде, выступает ударным отрядом антисоветчиков и разрушителей. Наконец, без устали активно чуют патологические ненавистники России, либеральная свора убеждена, русские это быдло, а с Россией пора кончать. Так, будущему России прямо угрожает разрушительная деятельность трех сил, циничной олигархии, провокационной жириновщины и озлобленной либеральщины. Фактически состоялся их союз на платформе махрового антисоветизма и русофобии. Действия этих сил создают ситуацию, драматизм которой совпадает с трагедией 1991 года. Тогда нас одолели три при помощи этих трех уродливых явлений. Нам не справился ни гитлеровский фашизм, ни ядерный шантаж США. Мы не устояли после того, как испортили мозги и разрушили дружбу народа. Это прежде всего преступное месиво разрушает сегодня и братскую Украину. Наглядное пособие для любого политика, который собирается что-то делать для оздоровления своей страны и проведения полноценных реформ. В этих условиях нужна предельная бдительность. Обстановку побуждает к созидательным действиям всех, кто болеет за судьбу Родины. Необходимо объединения народно-патриотических сил России. Именно к ним в декабре прошлого года был адресован призыв моего обращения «Время властно требует новой политики». Треть страны будет участвовать в сентябрьских выборах этого года, а следующей весной предстоят выборы президента. 7 февраля на встрече представителей народно-патриотических сил мы договорились о необходимости идти на выборы сильной командой с единой программой подготовка к выборам важнейшая задача нашей ближайшего времени. Народ ждет тех, кто отстаивает остановит ослабление и разложение страны. КПРФ может и должна взять на себя эту историческую миссию. Наш долг объединять, сплачивать и вести к победе широкий блок государственно-патриотических сил. Для этого нужно руководств словами Ленина жить гуще масс, знать настроение, знать все, понимать массу, уметь подойти, завоевать ее абсолютное доверие. Нужно помнить, без справедливости и социализма нам не обеспечить достойного будущего. Страна нуждается в левом повороте. России нужен новый курс и правительство народного доверия, способное осуществить этот курс. Добиваться этого под силу только народно-патриотических силам во главе с КПРФ. Но решим мы эту задачу лишь при соблюдении обязательного условия говорить народу правду. Правду не только о буржуазной власти, но и о самом народе. О том, что он недостаточно организован и сознателем, что ему необходимо бороться с невежеством, что он сам дал себя мирно обмануть и передал власть буржуазии, которая уселась на ее шею и высасывает последние соки. Только когда у народа раскроются глаза, он научится противостоять лжи и несправедливости. Главная задача большевиков, утверждал Ленин, как раз и состоит в том, чтобы избавить массы от обмана. Поворот сознания народа неизбежен, он идет, сама жизнь заставит его развернуться к правде. Ленин незыблемо верил в разум и жизненный опыт трудящихся. Он верил народ как самую действенную силу. Агрессивный индивидуализм и алчность губительны. В основе новой политики должны лежать ценности добра и справедливости, дружбы народов и бескорыстия. Только так общество достигнет высот всестороннего и гармоничного развития история Советского Союза это доказала. Наша партия хранит веру в народные массы. Ради них борются КПРФ и ее союзники. Россия выпали тяжелейшие испытания. Но мы убеждены, наша Родина призвана с честью выйти из этих трудностей, выйти при нашей помощи, нашей энергии, воле и мужестве, при нашем умении верить, бороться и побеждать. Мы должны действовать вместе с народом, вместе с ним мы обязательно победим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ